А в прошлом видео выиграл Михаил В.Кравченко. Он уже получил свою голду. Если ты также хочешь выиграть голду, то тогда подписывайся на канал, нажимай колокольчик, не забудь поставить лайк. И, конечно же, напиши свой комментарий. В нем укажи ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. Если мне нужен премиум танк или много золота, я захожу на воткит.ру. Тут в каждом сундуке лежат призы. Что выпадет, решит твоя интуиция. А раздача 5000 золота определит счастливчика дня. Зайди и проверь. Ссылка в описании. Итак, друзья, сегодня речь пойдет снова о новом режиме на 9 мая. Линия фронта он называется. Я уже о нем говорил. Но на самом деле очень много вопросов возникло у игроков. Как этот режим, в общем-то, проводится. Какие есть сложности. Какие есть плюсы в этом режиме. Какой геймплей. ФПС и все остальное. Я рассмотрел награды за этот режим. Ну а сегодня я рассмотрю геймплей. И также дам некоторые советы. Поиграл я на тестовом сервере в этот режим. И что я могу сказать? В принципе, играть на самом деле интересно. То есть, можно выбрать любой танк из ангара. Ты идешь там в бой. Если тебя уничтожают, то в итоге ты ждешь примерно там минуту, пока у тебя танк не восстановится. Но ты можешь выбрать только другой танк. То есть, нельзя выбрать тот танк, который уничтожен. Он 5 минут будет заблокирован. Потом можно его опять взять. Но это важно. То есть, если у тебя много танков 8 уровня в ангаре, то явно тебе будет очень даже прикольно играть в этом режиме. Потому что можно будет чередовать разные танки. Но единственное, что стоит отметить, медленные танки, они в общем-то хуже себя проявляют гораздо, чем быстрые. Потому что тут важно стремительно атаковать, как можно быстрее захватывать точки. Тут карта разделена как бы на 3 направления. Ты выбираешь одно из направлений. Любое можешь выбрать. После уничтожения танка опять можешь выбрать другое направление. Ну или тоже. И какое-то вот из этих направлений ты продавливаешь вместе со своими союзниками. Игроков очень много. Тут 30 на 30 бой идет. Одна команда должна дефить. То есть, она должна останавливать атакующую команду. Ну а атакующая команда, соответственно, должна захватывать базу. В конечном итоге атакующая команда доезжает до определенных орудий. И нужно их уничтожить. Они довольно крепкие. То есть, у них много прочности. Солба, я не знаю, пробиваются они или нет. Но с бортов и с кормы точно эти орудии. Ну и их, конечно же, будут защитники стараться защитить. Будут толпой, в общем-то, дефить их. Но в начале, в принципе, очень такое бодрое начало. Ну и в конце бодро. Но в начале, так скажем, мне больше всего нравится продвигаться вперед. Что есть хорошего? Есть много путей, где можно проезжать. Заходить врагам в тыл. Разнообразные позиции занимать. Какие-то хитрости тактические. Тут можно играть в этом режиме взводом из трех человек. Что довольно интересно. Вообще, разработчики планировали сразу из пяти человек взвод. Но потом решили отменить это решение. Потому что сказали, что взвод из пяти человек, он доминирует просто на поле боя. За счет координации и скилла разносят всех в пух и прах. Ну, такие вот их доводы по этому поводу. Но даже одному играть, в принципе, интересно. Взводом, я думаю, будет интереснее играть вдвойне. Что еще стоит отметить? Есть и ремонтные зоны, где ты можешь через 25 секунд, ну, как-то постоишь там, отремонтировать танк, а также пополнить снаряды. Убивают быстро ли тебя? Тут, если подставился, конечно, много врагов. И убивают, естественно, быстро. Но не стоит отчаиваться. Как я сказал, если тебя убили, просто ждешь примерно 30 секунд, восстанавливаешься. И, нет, там, по-моему, 50 секунд ждать нужно. Вот сейчас, кстати, как раз тот момент меня уничтожили. Давайте посмотрим, как это будет. Вот, видите, выбираешь танк какой-нибудь, который есть тут. И выбираешь направление, которое будешь давить. Тут можно посмотреть, где союзники там, где у противника ослабленные зоны, куда лучше там поехать, чтобы захватить точки. Вы, наверное, зададите резонный вопрос. А нельзя ли взять и просто вот поехать вперед и уничтожить вот эти главные орудия и победить? Нет, нельзя, потому что если ты едешь вот эти вот черные зоны, так называемые, ну, где, в общем-то, еще недоступно атакующим ехать, то в итоге просто берется танк и уничтожается. То есть там, как бы, артиллерийский удар по нему его забирает. Поэтому нужно захватывать базу и постепенно продвигаться к орудиям, к этим огромным. Что из минусов стоит отметить этого режима? Я уже говорил об этом, что, блин, ну, оптимизация, откровенно говоря, просто ужасная. То есть я, конечно, видео еще записывал вот это вот, но вначале вроде нечеток, но потом фпс начинает стремительно падать, особенно если какие-то замесы жесткие идут. Просто ужасно, так скажем, лагает. Я просто, так скажем, соболезную тему, у кого слабый компьютер, потому что если у вас в рандоме, например, там 25-30 кадров или еще меньше, то в этом режиме у вас все будет просто ужасно работать. Я без привлечения говорю, то есть у меня в обычном рандоме, ну, где-то там 80 кадров стабильно, ну, 70, иногда даже до 100 доходит. Это при хороших настройках графики. Тут же при таких же настройках графики фпс падает до 40, до 30 даже. Это просто жестко. Но разработчики сказали, что, ребят, потерпите, вот нам нужно собрать отзывы. Вот этот вот ивент, он типа нужен в первую очередь, чтобы узнать, насколько вам это все интересно и чтобы в итоге поправить оптимизацию. Ну, не знаю, врут они или нет, но с оптимизацией просто караул. Я понимаю, карта большая, много всяких событий, много эффектов, много дополнительных фишек. Кстати, в этом режиме разработчики прям действительно дофига фич ввели разнообразных. Ты можешь выбрать один из вариантов, так скажем, дополнительной помощи с союзником. Тут есть несколько на выбор всяких финтиплюшек. Их можно развивать. То есть, играя в этом режиме, ты как бы получаешь очки, которые ты можешь вкладывать как бы в так называемые навыки. Можно так это называть. То есть, можно вложить в навык, вот я, например, с ним играю, вот я сейчас его активировал, вы можете видеть. Водошевление он называется. То есть, такой вот круг зеленый, вы можете видеть его. Все союзники, включая вас, которые находятся в этом круге, они получают прибавку к экипажу. То есть, там в зависимости от прокачанного вот этого вот вашего навыка будет даваться определенный там процент, как, например, боевое братство. К экипажу там 10%, 15%. Разработчик сказал, что можно чуть или не до 200% в некоторых случаях довести экипаж и очень жестко наносить урон, там очень быстро перезаряжаться. ДПМ будет адский. Ну и все остальные там характеристики, которые от экипажа зависят, они тоже будут буститься. Можно туман определенный ввести на поле боя. По-моему, самый бесполезный, так скажем, навык. Хотя, может быть и нет, не знаю. Ну, смысл этого навыка, что в нем, как бы, сложно простреливать танки. То есть, ты туман этот фигаришь. Кстати, наверное, читеры будут иметь жесткое преимущество, потому что они этот туман, наверное, будут отключать нафиг. Ну, зачем это нужно? В тумане, как бы, светить вроде как можно. Засветить противника и через него видно, ну, вот эти иконки. Можно силуэт разглядывать, но, как бы, танки плохо видно. То есть, с помощью тумана, мне кажется, легче продвигаться там к вражеской базе, чтобы ее захватить, скажем так. Также есть артиллерийский удар. Ты можешь нанести артиллерийский удар по вражеской позиции, там где-нибудь окопались противники. Можно по ним стрелять, что довольно круто. Потом у нас есть авиаудар. То есть, тоже сверху самолет сбросит авиабомбы и нанесет какой-то ущерб противнику. Тоже полезный, кстати, навык. Потом у нас есть самолет-разведчик, на мой взгляд. Ну, не знаю, может быть, это и нужно будет, но, мне кажется, тоже не очень полезно. То есть, самолет пролетит и засветит всех противников, соответственно. Потом у нас есть диверсионный отряд. Что это такое? Ну, это, то есть, чтобы базу захватывать быстрее. У группы, которая дефит, у нее немножечко другие перки, ну, почти такие же. За исключением того, что вместо диверсионного отряда, там, наоборот, база у противника не берется. Ой, то есть, ну, вот атакующая группа приехала, вот, чтобы она не так быстро брала базу. Вроде как бы так работает. Ну, вот, и ты один из этих навыков можешь развивать. Ты достигаешь, в общем-то, определенного уровня. Каждый раз, то есть, там, у тебя сначала первый уровень, второй, в зависимости от того, как хорошо ты сыграл, у тебя будет расти уровень в этом режиме. Первый сначала будет, потом второй, третий, и так до 30, короче. Каждый уровень дает тебе определенные плюшки. Ну, на начальных уровнях, в основном, это серебро и расходники. Насчет голды, то есть, вернее, фугасами, ты там стреляешь голдой и так далее, вот, фармится ли серебро, в общем-то, или нет. Я сыграл на кумулях, практически вообще стрелял только кумулями, у меня не было премиум аккаунта, то есть, я на тесте забыл его активировать. В итоге, у меня после этого режима минус 200 тысяч. Мне кажется, что если часто стрелять в этом режиме голдой, вы будете жестко уходить в минусы, без премиум аккаунта, без резервов. Ну, обычные игроки, которые без всего этого, они не злоупотребляют голдой. Но, в любом случае, все-таки, режим, мне кажется, может сильно бить по карману, но также, возможно, если вы много будете стрелять обычными снарядами, то вы будете и фармить. Есть смысл играть в этом режиме на премиум технике с высоким бронепробитием и просто, так скажем, наслаждаться игрой и фармить еще и серебро. Играете вы тут только против восьмых уровней, сами тоже можете взять только восьмой уровень, соответственно, и поэтому пробивать врагов не так просто. Это, конечно, плюс большой. Когда вы достигаете тридцатого уровня, вы все сбрасываете, и как бы у вас новое, так скажем, опять пополнение до тридцатого уровня. То есть, снова вы начинаете, опять там первый, второй, третий уровень, и уже призы более ценные, но достигать уровней сложнее. И так три раза можно, каждый этап, в общем-то, дает более ценные призы. Вот такие вот основные моменты этого режима. Сложно ли в него играть? На самом деле не особо, то есть, интуитивно понятно. Все, вот вы могли видеть награды, как тут можно реализовывать, ну то есть, вот эти вот навыки прокачивать. Все, в целом, несложно. Но, скажу я вам, что из-за лагов ощущение от этого режима портится сильно. Не знаю, я, наверное, буду, если играть в этот режим, а я буду в него играть, потому что, в принципе, мне он понравился более-менее. Плюс я хочу всякую халяву тут добыть, а халяву тут будет много. Ну и, в общем, буду играть, как-то снижать настройки, постараюсь играть. И этот режим, он не навсегда, он временный. Это ивент, он начнется, там, примерно 5 мая, то есть, не сразу после выхода патча. И, ну, может быть, чуть позже, там, 6 мая. Ну, 9 мая он точно будет уже доступен. Именно об этом разработчики и говорили в режиме. Стоит отметить, что примерно он будет длиться 4 недели. Если он не понравится игрокам, то есть, будет очень негативное мнение, разработчики, конечно, так скажем, задумаются о том, стоит ли вот эти вот новые фичи добавлять там в дальнейшем в этот режим или еще в какой-то. То есть, тут наверняка будет собираться фидбэк. Так как я играл в основном за атакующую команду, за атакующую особо не играл, я дам вам несколько советов, которые, возможно, помогут вам в бою. Ну, то есть, конечно, чем лучше вы будете играть, тем быстрее вы получите халяву разнообразную за этот режим. И первый совет. Не нужно сосредотачиваться на уничтожении противников прямо. То есть, конечно, если кто-то из врагов мешает, дефит базу грамотно, то нужно его устранить. Но если враг тупо сидит там в укрытии, где-то наверху, дефит и при этом никак, в общем-то, базу свою не прикрывает, просто, так скажем, настреливает урон, то можно на него забить и, главное, там захватить базу. То есть, если есть возможности, нужно грамотно, ну, конечно, не наскоком нападать на вражескую базу, захватывать ее. Но это стоит сделать, конечно, не одному, хотя можно первому, так скажем, начать это, но союзники все-таки требуются для помощи. Естественно, как я уже сказал, быстрые танки в этом имеют преимущество. Но можно не такие уж и быстрые, такие танки, как ИС-3, например, защитник. Они тоже тут нужны, потому что, ну, тут одни картонные танки, естественно, не так хорошо будут действовать, а вот там картонные быстрые танки ДПМные, плюс бронированные, вполне даже, в общем-то, будут хорошо играться. Поэтому самое важное, поджимайтесь там под какой-нибудь камушек, начинайте захватывать базу. Если кто-то рядом из врагов мешает, старайтесь его уничтожить. Да вот, в принципе, и все. Ну, в конце еще нужно уничтожить орудие. Каждый раз, когда вы, кстати, я забыл сказать, захватываете точки, то вам прибавляет, в общем-то, время. Время тут ограничено. Если ваша команда вообще совсем бездарей и ничего не может сделать, то время закончится, ну и атакующая команда, соответственно, проиграет. Я два раза, ну, чуть или не проиграл, но на самом деле проиграть, мне кажется, за атакующую сторону сложнее. То есть, все равно в конце затаскиваю. Так что, ну, главное не останавливаться, главное просто продвигаться постоянно вперед, брать базу, ну и по возможности уничтожать противников, тех, кто мешает. Естественно, там, без уничтожения врагов, без, в общем-то, агрессии ничего не получится. Тут, так скажем, пацифизм не работает. Хотя можно там, конечно, просто брать базу и продвигаться к орудии, но это такое себе. Не забывайте ремонтироваться, то есть, тут опять-таки преимущество быстрого танкового. Можно там посражаться и опять уехать там и встать на ремонт. Ну, а танки с хорошим орудием тоже тут нужны, так как урон тут тоже важно раздавать, чтобы быстрее, скажем так, уничтожать мешающие, в общем-то, танки противника. Вот такие вот дела. В конце важно, как бы, соединить все усилия и накинуться на одну, в общем-то, какую-то точку, где орудие, и толпой, в общем-то, уничтожить там всех врагов, по-быстренькому, и, в общем-то, тем самым, затащить. Нужно три орудия уничтожить из пяти. Самая большая проблема, это если союзники занимаются какой-то фигнёй, вместо того, чтобы захватывать базу и уничтожать орудия, они там перестреливаются с врагом полчаса. Это самое фиговое. Поэтому взвод, конечно, будет гораздо лучше в этом режиме. Ну, вот такие вот основные советы. Тут, в принципе, несложно. Всё, разберётесь. Я думаю, основное, так скажем, я вам поведал, что нужно делать. И желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнали Симон.